Друзья, это хип-хоп и даже сколько не танец, а состояние души. Задача танцора передать энергию и зарядить позитивом. Мне кажется, получается у них очень здорово. Фитнес инструкторы советуют танцевать всегда и везде, ведь танцы это не просто мода, это настоящая польза для здоровья. Мы сегодня погружаемся в мир уличных танцев, это многообразие стилей. Меня зовут Марат Укатов, поехали. Брейк-данс, хип-хоп, фанк. В многообразии стилей уличных танцев легко запутаться. Официально их больше 20. Например, это паппинг, в основе которого лежит знаменитый танец робота. А это шафл, один из самых популярных танцев в социальных сетях. Большинство стилей зародились за океаном, а началом эпохи стрит-дэнса называют 70-е годы прошлого века. Настоящий бум популярности уличных танцев пришелся на начало нулевых годов, когда на экраны поочередно вышли такие фильмы, как «Танцы улиц», «Шаг вперед» и «Держи ритм». Авторы картин соединяли порой совершенно разные направления, создавая тем самым особую хореографию. Но суть уличных танцев не меняется. Это всегда свобода самовыражения, полная импровизация и отменная физическая форма. Во-первых, это нагрузка на все мышечные группы. Это укрепление силы, развитие координации. Это, опять-таки, развитие равновесия, пластичности. В современной жизни при ее ритме и нагрузках танцы – один из лучших видов активности. Помимо того, что вы поддерживаете свое тело в тонусе, вы снимаете стрессы и напряжение. Идет не только физическая разгрузка, но идет и психологическая разгрузка, когда человек, скажем так, ощущение, находит ощущение в растворенности, что ли, своего духовного состояния вот в этой музыке. И, конечно же, самый большой плюс уличных танцев – заниматься могут все без исключения. Ты можешь быть полным, ты можешь быть высоким, ты можешь быть низким, щупленьким. Все зависит от твоего желания и от упорства. Знакомьтесь, это герой нашего сегодняшнего выпуска – Чингис Жашибеков. Чингис считается одним из самых известных стрит-денсеров в Казахстане, при том, что основательно танцами начал заниматься 18 лет. Сейчас Чингис обучает хип-хопу и крампу параллельно строить свою карьеру танцора. Скажите, хип-хоп – это самый массовый вид танцев? Ну, на данный период, я думаю, да, один из самых массовых, он захлестнул просто, потому что хип-хоп делится как на фристайл, хип-хоп, кто ботлуется, кто сольно выступает. Есть также команды, которые танцуют больше хип-хоп-хореографии, так сказать, да, которые выступают как команда, и все равно там больше именно движений, музыки, вайба – это хип-хоп. Так как сейчас даже музыкальная индустрия сейчас самая популярная – это то, что идет от хип-хопа. В хип-хопе, как и в любом другом стиле, важно уметь работать в команде, чувствовать музыку и взаимодействовать с партнерами по сцене. Одним из самых популярных танцевальных хип-хоп коллективов считается Джаба Вокис. Команда танцоров из Калифорнии известна тем, что всегда выступает в масках и перчатках. Чаще всего танцы в стиле хип-хоп исполняются в группе, в составе как минимум три человека. На соревнованиях судьи оценивают даже умение танцоров вжиться в характер своего героя. Это тот танец, в котором я чувствую себя свободно. И мне нравится, что я могу быть любой вообще абсолютно. И это будет смотреться круто. А для тех, у кого есть амбиции, есть возможность расти в плане развития, в плане участия в соревнованиях хип-хоп? Да, конечно. У нас сейчас очень огромная танцевальная площадка мировая. Есть разные конкурсы, чемпионаты мирового формата, республиканского. То есть сейчас, как вы знаете, допустим, то же самое брейк-дансер стал олимпийским видом спорта. И хип-хоп сейчас тоже становится видом спорта через федерацию чирлидинга. Там тоже можно развиваться по линии спорта, по линии искусства. Самым маленьким брейк-дансерам в этом зале только исполнилось пять лет. Один раз в три месяца юные танцоры участвуют в соревнованиях. На баттлы допускают всех. Как профессионалов, так и новичков. Каждый соревнуется в своей категории. Это возможность самовыражения для ребенка. Если в спортивных секциях одни и те же приемы, долго отрабатывается, вот эта монотонность, она зачастую приводит к тому, что ребенок бросает занятия спортом. То в брейк-дансе, наоборот, такой вот творческий подход, возможность самовыражения, оно очень увлекает. Брейк-данс в Казахстане давно занял свою нишу среди поклонников хип-хопа. А школы брейкинга есть почти во всех городах. При этом наши танцоры узнаваемы далеко за пределами страны. А бибой, килоколя, он же Николай Черников из Нурсултана, официально входят в десятку лучших в мире. По данным Американского института заболеваний крови, сердца и легких, активный образ жизни танцоров сильно сокращает риск множества заболеваний, в числе которых остеопороз и диабет. Результаты исследований показывают, что музыка и танцы активизируют деятельность мозга и способствуют интеллектуальному развитию. Любая физическая активность под музыку – это гораздо лучше, чем просто физическая активность. Когда я работал в команде у тяжелоатлетов, то музыка всегда помогала настроиться. Ну, определенный вид музыки, скажем так, это вопрос выбора, но он всегда помогает спортсмену настроиться на определенную волну. Чувство ритма, танцы под ритмичную музыку, они еще и очень положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, на наш ритм сердечный. И, естественно, они очень хорошо улучшают состояние нервной системы. Это прекрасная релаксация. Танцы повышают дисциплину, учат работать в команде и дают уверенность в своих силах абсолютно всем, кто ими занимается. Танцуя, человек также расширяет свое сознание и больше узнает о себе и своем теле. Есть ребенок, дети зажатые. Они приходят в коллектив и, знаете, происходит энергообмен. Ребенок зажатый, получает энергетику от этого суперэнерджайзера, и у него становится немного энергии меньше, лишней, а у него становится у другого ребенка больше. То есть происходит взаимодействие, потому что дети работают в команде. Идет социализация, чтобы ребенок не зажимался с самых ранних лет, и это хорошо. Как правило, такие занятия развивают и коммуникативные навыки. Это возможность показать, на что ты способен посмотреть, на что способны другие. Очень положительное соперничество. И это всегда возможность заработать авторитет. С каждым годом уличные танцы эволюционируют. Появляются новые стили, которые привлекают еще больше людей. Если раньше все стремились попасть на так называемые баттлы, то сегодня альтернативой стали социальные сети, где танцор также может получить известность. И все же выступления на публику – это совершенно другие эмоции, говорит наш герой Чингис Жашибеков. Какие преимущества есть от танцевальных занятий, вот таких подобных? Это, в первую очередь, искусство, и человек творчески развивается. Чем больше он придумает каких-то связок, каких-то, не знаю, вещей, рутин, взаимодействий, импровизации, то его мозг работает лучше. То есть даже фристайл в танце, я думаю, он как-то помогает импровизировать в жизни. Когда у тебя какие-то ситуации, у тебя мышление критическое уже по-другому работает. Подведем итог. Танец – это искусство, которое тесно ограничится спортом. Тело постоянно тренируется, поэтому танцоры всегда в тонусе. Абсолютно каждый может начать заниматься стрит-дэнсом и найти в нем свои плюсы. Уверенность в себе и друзей, знакомство. Да, ты становишься более коммуникабельным. Танцы – это красота, грация и отличная физическая форма. Еще один плюс – танцор постепенно привыкает ко всем усложняющимся задачам, поэтому риск получить травму здесь невысокий. Важно помнить, что танцы и хорошая музыка не только поднимают настроение, но и продлевают жизнь.